Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Подхожу уже к концу. Начитывание книги «Беседа о братстве» Николая Николаевича Неплюева. Эта книга состоит из двух частей «Путь веры» и «Голос верующего мирянина по поводу предстоящего собора». Я сейчас начитываю вторую часть уже этой книги. Пятая. Оздоровление души народной. Рядом с вопросом о воспитании духовно здоровых людей, что подготовит лучшее будущее для грядущих поколений, собор должен озаботиться и вопрос об оздоровлении души народной. Миллионов тех взрослых людей, которые так ярко проявляют анархию умов и сердец, неупорядоченных любовью. Кроме призывов к покаянию и внутренней миссии котехиетов, собор должен обсудить, что можно еще сделать для быстрого оздоровления души народной, обсуждая этот вопрос отдельно для каждого класса общества, сознавая, что церковь не может суживать слово «народ» до исключительного интереса к какому-либо одному общественному классу, оставаясь вполне равнодушной к духовным интересам всех остальных. Выяснив вопрос о том, что можно сделать на пользу оздоровления души народной по отношению ко всем классам русского общества, собор должен обсудить и то, какими способами эти пожелания могут быть скорее осуществлены в практике жизни, чтобы все постановления собора имели неотвлеченный характер академических рассуждений, а проникали в жизнь, преображая и, возможно, более поспешно сообразно грозной опасности, получившей в результате преступного векового нерадения о духовном благе народа, о разумном воспитании юношества, о честной организации жизни по требованиям веры, действующей любовью. Шестое. Оздоровление семьи. Собору предстоит и в этом вопросе восстановить забытую христианскую правду. Семья по христианским понятиям должна быть малой церковью Божией, объединенной любовью друг к другу, при свете любви к Богу Живому и правде Его, а не сборищем нечестивых себялюбцев малой биржей, объединенной корыстными интересами личного и семейного эгоизма. Современное общество вообще склонное своей безблагодатности покровительствовать злу и сочувствовать злым, и свой интерес к семейному вопросу сводит к требованиям свободы зла, свободы супружеских преступлений, свободы развода. Этим путем могут только еще увеличить легкомысленное отношение в деле выбора подруги жизни и в деле решимости разрушить семью по самым маловажным причинам, и даже просто по капризу выгнать из дома мать, детей, водворить на ее место жертву нового каприза, или преступную виновницу семейного разлада, покусившуюся на чужое счастье, обворовывавшую чужое достояние. Все эти вопросы так искусно затемнены и нагло подтасованы нашей билеристикой, неизменно враждебны семейному долгу и сочувствующей его нарушителям, что необходимо светом разумения правды рассеять туман лжи. Христианин не может легкомысленно связать свою судьбу с существом, духовный облик которого неизвестен основательно, не зная, не изменяет ли он тем Богу живому, связывая свою судьбу с душой, чуждой Богу, неспособной быть достоянием Божьим и сделать семью свою достоянием Его. Христианин обязан понимать, что дружба с миром есть вражда против Бога, и супружество с чуждой ему душой настоящее прелюбодеяние по отношению к нему. Недаром откровение называют грех, блудом и грешников прелюбодеями. Христианин обязан понимать, на какой путь он становится, совершая самым актом выбора подруги жизни на пороге семьи преступление прелюбодеяния по отношению к Богу живому, ему изменяя любовью своей. Раз он поклялся перед алтарем быть верным своей избраннице, для христианин нет более вопроса о том, надо ли любить ее, быть ей верным и не думать о других женщинах. Для него это вопрос решенный, как и вопрос о том, что надо быть честным, благородным, держать данное слово и не присваивать себя чужого достояния. Обвенчавшись, Христианин обязан с любовью и уважением к избранной им подруге жизни и матери своих детей устраивать малую церковь семьи своей по требованию правды Божьей, а не своих капризов. Думай не о том, насколько приятно для него впечатление на семейной жизни, а о том, как наилучше повлиять на жену и детей для разумности создания общего блага семьи, честно работая на то, чтобы вся она была достоянием Божьим и делала святое дело Божие, честно сплачиваясь с любовью на дружное совместное несение этого общего радостного креста во след Кресту. Разумное понимание и честное выполнение семейного долга – вот путь к оздоровлению семьи, а не легкомысленное поощрение к легкомысленному отношению к этому долгу. Если приход должен быть живой, здоровой клеткой к живых, организмов церкви и государства, семья должна быть живой, здоровой клеткой живого организма прихода. Если здоровье живого организма церкви и государства зависит от здоровья общественных клеток и его составляющих, здоровье живого организма прихода не менее зависит от здоровья живых организмов семей и его составляющих. Не менее нелепо с христианской точки зрения решается громадным большинством наших современников и вопрос об отношении семьи к детям. Трудно сказать, что более нелепо, воспитывать из них беспринципных борцов за существование, в чем столь многие родители полагают долг любви по отношению к детям или баловство безграничной свободы по теории самоопределения личности. Первое крепко страхует от христианства, прививая в душе человека антихристианские привычки корыстной борьбы на пользу личного и семейного эгоизма, делая совершенно неспособность жить христианскими чувствами любви, кротости, смирения, великодушия и самоотвержения. Второе. Не принимая в расчет человеческую греховность и грехолюбие под фирмой свободы самоопределения, узаканивает свободу коснение и преуспевание личности в ее специфических немощах, что тоже является очень удачной страховкой от возможности покаяться и преобразиться. Результаты налицо. Родители, почему-то продолжающие называть себя христианами, воспитывают или дают свободно развиваться в детях своих истинных антихристов, тупо самодовольных, горделиво самоуверенных, безгранично самовольных, истинных анархистов в самом худшем смысле этого слова, анархистов умом, сердцем и жизнью, принявших за последнее время отвратительный облик бесноватых, не имеющих за душой никакого иного идеала, кроме безграничной свободы и проявления своей бесноватости. Это настоящее духовное землетрясение. Церковь поместная сотрясается, и Россия поставлена на край гибели. Вполне соглашаясь с мнением, выраженным многими епископами, о желательности передачи бракоразводных дел в общие судебные учреждения, не могу не выразить глубокой скорби о том, что ни один из архипастерей, отзывы которых мне доволось прочесть, не предлагать никаких мер для оздоровления семьи, в то время как в этом оздоровлении наша русская семья так настоятельна и очевидно нуждается. Если не дело церкви принимать на себя функции судебного следователя, произведящего сыски, судьи, бесстрастно применяющие буквы закона и тем более палача, несомненно дело церкви ревновать о благе верующей, о правде жизни, по вере, налонию, о миротворчестве. Все это обязанности материнской любви ее, от которых она отказаться не может. Она должна напоминать супругам и взаимные обязанности, и великую ответственность их перед Богом живым, церковью, родиной и обществом за те вечные души живые, которые верены их любви, их попечениям, их руководству. Церковь, как любящая мать, обязана. Не может не научать родителей сознавать, что дети их – Божие достояния, самый дорогой из всех талантов, врученный их Богом. Талант, в отношении которого им придется отдать самый строгий отчет, а не вещь, собственность им принадлежащая, которой они могут распоряжаться по своему усмотрению. Одни – как игрушкой и пресловутым утешением, другие – как источником дохода и предметом пожизненной эксплуатации. Она должна, не может силу любви своей не ревновать о том, что все дети не только понимали свои святые обязанности, как супружеские, так и родительские, но и честно их выполняли. Ведь этот вопрос их вечного блага – вопрос правды жизни по вере церкви поместной, вопрос здоровья или смертельной проказы души народной. Церковь должна, не может в силу любви не выполнить свою святую обязанность. Миротворчество, как только является в том надобность, при первых признаках семейного разлада или заражения семьи духовной проказы, гораздо раньше, чем любовь заменилась ненавистью и духовная проказа так развилась в организме семьи, что семья сгнила и распадается в плоти. Если церковь поместная не родила о всем этом, она и в области имела только вид жизни, а на самом деле была мертва, должна покаяться перед Богом. Церковью, Вселенской и своими посомами покаяться и сотворить плоды достойной покаяния, на будущее время честно выполняя эту святую обязанность, разумно и стройно организовав это дело в приходе. Если теперь многим показывать, что это будет непрощенным и нежелательным вторжением в частную семейную жизнь и нравственным насилием над семьей, зависит это от того же, от чего происходят и все нестроения нашей личной жизни – семейной, общественной, государственной и церковной. От того, что правда Божия поругана и преступно отвергнут верховный закон любви и христианского откровения. Все мы преступны и постыдны, бедны любовью. И весь уклад жизни нашей и отношений основан не на любви. Мы нищие любовью, мало и дольно любим потому, что когда я любим, то любим без Бога, не при свете любви к Богу всем разумением. От того мы и распылены, проникнуты недоверием друг к другу, член православного прихода основательно не ожидает любви от церкви прихода, слишком часто имеет основания не доверять и любви настоятеля прихода, слишком часто имеет основания совсем и не считать его своим духовным пастырем. Предполагая нераскаянность прихода и само пастыря в постыдно мало любви, как не отнестись к ним с полным недоверием, как не назвать всякую их попытку воздействия на семью, не прошла навязчивостью и духовным насилием. Большинство так привыкло видеть упорную нераскаянность и понимать покаяние только в смысле отпущения грехов, а не в смысле исправления ума, сердца и жизни, не в смысле благодатного духовного преображения, что оно совсем и не верит в самую возможность искреннего покаяния и реального благодатного духовного преображения. Несомненно, этот пункт, предлагаемый мной программой, как и все пункты этой программы, совершенно не осуществим до тех пор, пока Церковь поместная искренне покается именно в отвержении Верховной Западе любви и во всем, что довело нас до ужаса и позора. Нами переживаемого, и тем не даст Духу Святому возможность без насилия над ней наложить на ее печать дара Духа Святого, благодатно преобразив ее, преисполнив ее благодатью любви. Без этого все останется буквой мертвой и мертвящей, потому что именно живая любовь и есть же творящий Дух правды Божией, жизни мира по мысли Творца, христианского откровения, всего вероучения, всей нравственности и всей жизни по вере, почему и дозведена в достоинство Верховной и даже Единой Западе новой, светом от Света Небесного, Спасителя мира Христом. Собор не может не осознавать всего этого, как голос церкви он не может не признавать покаяние всю церковь, не призвать покаяние всю церковь и прежде всех представителей священной иерархии, тех, кто должен не господствовать над наследием Божиим, а подавать пример стаду и любить Бога и правду его более всех других. Симон Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? «Паси овец стада моего». Собор не может и сомневаться в силе и благодати Божией, в том, что те же люди, которые ничего не разумели и ничего не могли, пока были безблагодатными, покаявшиеся искренне получат благодатные силы, достаточные для того, чтобы все уразуметь и стать способными все сделать хорошо в духе любви к Богу и нежного братолюбия. Причем то, что было неприятной навязчивостью, станет желанной духовной помощью, и то, что было духовным насилием, станет святым делом дружественного миротворчества. В Русской Православной Церкви, преображенной покаянием, в каждом приходе должно быть стройно организовано дело миротворчества. Дана возможность доверием обращаться к супругам, родителям и детям за духовной помощью в случаях начинающего разлада и духовного заболевания кого-либо из членов семьи. Седьмое. Оздоровление прихода. Приход должен из фикции, из административного термина превратиться в живую, здоровую клетку живого организма Церкви Поместной. Собору предстоит обсудить, что омертвило приход, призвать покаяния во всем, что убило здоровье и жизнь прихода, и указать путь его к его оздоровлению и оживлению. Нельзя не согласиться с мнением Преосвященного Паисия епископа Тукерстанского. И тут ссылка внизу дается. Епископ Паисий Виноградов, 19-12-1837 по 26-12-1908 год. Отзывы. Часть первая. Отзыв пятый. Страница с 87 по 93. На момент публикации отзывов был епископом туркентинстанским и ташкентским. На отзыве, который ярко горит печать дара Духа Святого. Что многое в жизни прихода зависит от личности его настоятеля. Но необходимо к этому прибавить, что и самая организация жизни прихода должна быть согласована с единым, естественным для Церкви Божьей началом соборности, как единым соответствующим Верховной Заповеди Любви. Именно нарушение начала соборности и омертвило приход, лишило мирян всякого деятельного участия в церковной жизни прихода, потушило в них православно-церковное самосознание, приучило их не считать себя ответственными членами Церкви, имеющими и соответствующие своей ответственности права. А это привело к современному религиозному индиферентизму, к современному позорному невежеству во всех вопросах веры. Разделило духовенство и мирян на два враждебных лагеря. Приводит и нас, русских, к столь противному духу православия, к вопросу о клерикализме, об отделении Церкви от государства, о регламентации взаимных отношений в духе взаимного недоверия. Как уже привело к тому, что миряне сами ничего не делают для благоустроения жизни церковной, возлагают всю ответственность за ее нестроение на духовенство. Более того, не питая к духовенству ни любви, ни уважения, ни доверия, кощунственно смешивают понятие о духовенстве с понятием о Церкви. Свою вражду к духовенству переносит на саму Церковь, на самого Бога Живого. Вот истинная причина современного религиозного индиферентизма, маловерия и даже злобоожесточенного атеизма. Вопрос о разумной организации прихода на соборном, в начале есть вопрос о согласовании жизни прихода с верховной заповедью любви. Вопрос сплочения любовью пастырей и прихожан в одно единое нераздельное целое, тесно сплоченное благодатью любви в духе взаимного уважения и доверия. Причем немыслимое, как противное духу любви и единение самовольства и бесчинства на лоне Малой Церкви прихода, самое желание действовать без согласия всей Церкви, обращая ее из словесного стада в стадо бессловесное, не дорожая ее мнениями и не желая их выслушать и принимать их в расчет. В соборной жизни церковной есть простая логика любви, насущная потребность любви и, естественно, проявление верности в верховной заповедью любви, христианского откровения. В этом вопросе, как и в вопросе о первенствующем значении самой верховной заповедью любви, неуместны никакие колебания, никакая проверка, как неуместно, греховно, преступно. Задаваться вопросом о том, надо ли быть верными Богу и правде Его, можно ли проверять Христа, Спасителя мира, Единого Учителя и Вечного Главу Церкви, соборными постановлениями, каноническими правилами и преданиями отцов. Напротив, все несогласное с Верховным Заветом Спасителя мира, как несогласное и с Вечной Правдой Божией должно быть признано ни церковным, ни православным. В вопросе о верности Верховному Закону Любви, об обязанности для всего христианского мира жизни, поверить действующей любовью, о соборности жизни церковной собор не должен, не имеет права руководствоваться никакими прежними соборными постановлениями, никакими прежними канонами, никакими преданиями о прежней церковной практике, а должен руководствоваться сознанием, обязанностью для церкви быть в верной Верховной Западе Вечной Главы Своего, законом бесконечного роста дерева христианства под воздействием Духа Святого, Господа Животворящего, и обязанностью для христиан быть не менее умными на добро, чем современные нам антихристы умны на зло, что и значит любить Бога всем разумением. Собор должен, не стесняясь никаких прежними соборными постановлениями и канонами, иметь в виду исключительно благо современной церкви и освободить себя от всяких цепей, свободно отдать себя в руку Божию, чтобы Господь мог без насилия над ним излить благодать свою на всех участников собора, озаряя их свободные от всяких цепей рабства под закону умы, светом разумной правды своей, вдохновляя сердце до единодушия с любовью Творца. Без этого самые соборные правила прежних соборов, самые церковные каноны станут кумирами, ели-ка на земле низу, кумирами, обогатворенными нами вместо Бога Живого, которым мы не будем служить и поклоняться вместо поклонения Богу в живом, в духе и истине. Вернуться к честному исповеданию Верховного Закона о любви, покаяться во всем, что было изменено этому Верховному Закону в жизни прихода, стройно организовать жизнь прихода во всех ее областях на православном начале соборности православном не в смысле исторической справки о том, что так было и в прежние века, а в том, что так должно быть согласно Верховной Западе ввещанного главы Церкви Православной. Сплотить приход в один ум и одно сердце, цементной любви к Богу Живому, Христу Его и Церкви их. Вот чем исчерпывается программа оздоровления жизни прихода. Нельзя в этом деле сделать кое-что и кое-как, нельзя сделать меньше, надо сделать все с полной надеждой на то, что сила Божия превышает немощи наши, с живой верой в то, что если мы без помощи Божьей ничего не можем, все может Господь в немощи наши. Если мы на Него, а не на себя надеемся, Ему, а не нашим канонным преданиям верим и поклоняемся, Его любим и в Его руку себя предаем, не как рабы влачащие, цепи рабства подзаконным, а как добрые и добровольно рабы, дорожшие до свободы славы чад Божий, сознательно входящие в радость Господа своего. Восьмое. Организация жизни и управление церкви поместной. Реформы в этой области должны сводиться тоже к честному восстановлению соборности, как это и предлагают в своих отзывах многие епископы. При условии честного восстановления соборности очень желательно и восстановление патриаршества, которое при этих обстоятельствах не может быть вредно ни для государственной власти, в смысле соревнования и противодействия, ни для мирян, в смысле господства над наследием Божьим. Если нельзя ожидать от восстановления патриаршества тех великих и богатых благ, которые ожидает от Него преосвященный Антоний Волынский, нельзя не согласиться с ним в желательности для церкви воинствующей, иметь ответственного главнокомандующего, лишь бы он сознавал себя избранником всей церкви, со всей церковью солидарным и перед всей церковью ответственным, а не главнокомандующим монахами против белого духовенства и мирян. Патриарх православной русской церкви должен иметь характер не самовластия, а объединяющего начало. Его служение должно быть прежде всего подвигом любви и миротворчества. Он более всех других должен помнить завет. Симон Петр, любишь ли ты меня более, нежели они? Посея вет стада моего. И требования апостола, не господствовать над наследием Божьим, а подавать пример стаду. 1 Петра 5.3 Без этого он не будет верен животворящему духу церкви Божьей и верховной заповеди новозаветного откровения. Не может быть и верховным иерархом православной церкви в России. Нельзя, не изменяя животворящему духу церкви Христовой, не желать честной соборности во всем укладе жизни церкви и во всем строя церковного управления. Вот почему патриаршество уместно и будет благотворно только при честном восстановлении соборности. Соборность гарантирует православно-церковный характер патриаршества. Без честного восстановления соборности патриаршество могло бы принять характер антиправославный, антицерковный, характер нацизма, духовного деспотизма. По честному восстановлению соборности я разумею немедленное осуществление идеальной соборности во что бы то ни стало, не обращая никакого внимания на обстоятельства времени и настроение громадного большинства православных людей, глубоко развращенных вековым отсутствием честной соборности в жизни Церкви Поместной. По честному восстановлению соборности я разумею то, чтобы немедленно было восстановлено соборное начало в наибольшем размере, возможно при данных обстоятельствах, без вреда для Церкви, чтобы в этом деле было сделано не кое-что и не кое-как, а действительно все возможное, руководствуясь честным доброжелательством к самому принципу соборности и к тем, церковные права которых должны быть восстановлены. Нечестным я считаю предвзятое недоверие к самому принципу соборности и отсутствие искреннего желания возвратить всем членам Церкви права, им принадлежащие. Нечестным я считаю сделать в этом направлении кое-что и кое-как для успокоения совести или, что еще хуже, для подкупа общественного мнения. Нечестным я считаю не сделать все возможное, помня, что все возможно для Бога и благодати Божией при искренней доброй воле с нашей стороны. Для того, чтобы возможно скорее сделать Церковь поместную способной, в лице большинства ее чад осуществить идеальную соборность. Как считал бы нечестным и государство, которое, основательно не давая свободу народу, чуждому дисциплину любви и, следовательно, не способному пользоваться свободой, не злоупотребляя ею, ничего не сделало бы для того, чтобы воспитать народ в дисциплине любви и тем, сделать его способным пользоваться свободой его блага. Мы не станем на путь соборности, пока белое духовенство и миряне не будут призваны принять деятельное участие в жизни и управлении Церкви. Принцип соборности должен быть громко провозглашен. Единственная уступка, как временная мера до более благоприятных духовных обстоятельств, должна состоять в том, чтобы обеспечить правду церковную, не допуская быть представителем белого духовенства и мирян людей, чуждых церкви, каких так много в настоящее время не только между ними, но и между монашествующими, людей, чуждых церковного самосознания, не имеющих на себе печати дара Духа Святого. Будь они идолопоклонниками, обогтворяющим букву догмата, канона, текста, шаблону аскетизма и богослужебной обрядности, творяя из них кумиров, елейка на земле низу, или свободно мыслящими, либеральными, высококультурными друзьями мира, врагами Бога и правды Его. Достигнуть этого можно, не давая разом избирательных прав всем номинальным членам прихода, а только членам религиозных братств, имеющих объединить в каждом приходе всех людей доброй воли, искренне благочестивых и ревнующих о благе церковном. Достигнуть этого можно и строгим уставом, гарантирующим все церковные собрания от возможности бесчинствовать на них и оскорблять религиозное чувство верующих, давая право собранию исключать из своей среды тех, которые будут злоупотреблять своими полномочиями, обеспечив и за ними право обжаловать это постановление высшей соборной инстанции. Улучшение церковного управления все сводится к восстановлению честной соборности. Религиозным братством, а потом и целым приходом, должно быть возвращено право избрания священника. И избранник этот может быть непринятый епископом только по уважительным причинам. С правом обжалования этого решения высшие соборные инстанции. Религиозный братство, а потом и весь приход, избирает в своей среде членов приходского совета, управляющих всеми делами прихода, получающих право юридического лица с правом владеть общей приходской собственностью. Под председательством приходского священника. При благочинных утверждаются благочиннические советы, на которых приходы представлены священником и двумя выборными от мирян. Благочиннические советы имеют характер объединяющий и контролирующий по отношению к приходам, исполняя в то же время функции высшей соборной инстанции по отношению к ним. В такое же соотношение к благочинниям стоят епирихиальные советы, состоящие под председательством епирихиального епископа из уполномоченных от благочинений и монастырей. Постоянные мераторополичи округа с мераторополичьими советами кажутся мне совершенно излишними и могут быть успешно заменены повременными окружными соборами для выбора епископов и в качестве высшей соборной инстанции, если не будет признано возможным обойтись без этой промежуточной инстанции, ограничившись Патриаршим Советом и повременными соборами Всероссийской Православной Церкви. Патриарх председательствует в Патриаршем Совете, составленный из епископов, вызываемых по очереди, и представителей от Белого Духовенства и Мирян, и на повременных Всероссийских соборах является официальным представителем Церкви Поместной перед царем, лично докладывая о нужных церкви и пожеланиях всего Священного Собора. Вот общая схема желательных преобразований церковного управления на соборных началах. Очень близкая к мнению, выраженному многими епископами в тех отзывах, которые мне довелось прочесть. Именно эта организация церковного управления наиболее соответствует Духу Православия Церкви и требованием Верховного Христианского Закона Любви. На улучшение жизни церковной окажут самое благоприятное влияние новый катехизис, школы катехетов, деятельность катехетов, вышедших из этих школ, лишь бы им не забивали голову изучение богословских наук и многое мудростью книжной, а ограничились бы основательным знанием нового катехизиса и доказанной способностью быть логичными в исповедании в Верховной Западе Любви, что может быть достигнуто в один много в два года. Сплочение верующих в каждом приходе в религиозное братство, задающиеся нецельной борьбой с инославными и узкой благотворительностью, беспрецепно включает свой состав всех платящих ежегодный членский взнос и раз в год встречающихся на общем годичном собрании, как это было до сих пор, а братство, объединяющее всех людей доброй воли, всех ревнителей честной соборности, все искренне желающие христианского самовосовершенствования и чистой жизни по вере, действующей любовью. Обособление добра от зла, добрых от злых, христиан от антихристов, не в смысле горделивого отчуждения, а в смысле честного сплочения сынов света и честного их обособления от сынов тьмы во всем, в чем обособиться необходимо, чтобы не участвовать в их делах тьмы и приступить к делу света, которое сыны тьмы делать не желают. На улучшение жизни церковной окажет самое благотворное влияние христианское воспитание в школах и честная организация жизни личной, семейной, приходской и трудовой потребования разумного братолюбия и честного братца единства по требованиям логики Верховной Западе Любви, к чему будут неминуемо приведены религиозные братства, о которых только что говорил, если они будут не благотворительными миссионерскими функциями, фикциями, а братствами, живыми верой и любовью, объединенным не общими взносами, а действительно братством умов, сердец и жизни. Возлибим друг друга, да единомыслием исповемы, и мы будем приведены благодатью Божией к исповеданию правды Божией всем строениям ума и сердца нашего, к проповедованию правды Божией самим делом всего уклада жизни нашей. Очень желательно, чтобы собор сделал все это завищещее, чтобы всеми мерами способствовать преображению в жизни церковной всего ветхозаветного в новозаветное, всего, что носит на себе клеймо рабства подзаконного, предпочтение буквы мертвящей, животворящим духу и грубой материализации религии, в новозаветную свободу славы чад Божьих, поклоняющихся Богу в духе истине, способных благовейно относясь к букве проявления животворящего духа, никогда не творить из этой буквы себе кумиров, ели-ка на земле низу, и унижать веру и себя до грубой материализации религии. Великую нравственную ответственность примет на себя собор, если этого не сделает. Довольно полную программу того, что желательно в этом направлении в области обрядовой жизни церкви, постов, богослужений, богослужебных книг, содержит в себе отзыв к преосвященному Серафиму, епископа Полоцкого, тут ссылка дается, епископ Серафим Мещеряков, 18.03.1860 г. Отзывы, часть 1, отзыв 12, страница 195 по 224. На момент публикации отзывов был епископом Полоцким и Витебским. В 1922 по 1924 годах уклонился в обновленческий раскол. В 1924 году принес публичное покаяние и принят в сущем сане архиепископом. В 1925 по 1927 годах в заключении Соловка расстрелян 7 мая 1933 года. Действительно исправить редакцию богослужебных книг до вразумительности их содержания и сделать богослужебный язык общедоступным, сократить богослужения до возможности благочинно совершать их, не сокращая их самочинно и не утомляя молящихся, помня христианскую обязанность не уподобляться язычникам, полагающим, что многословия с вами будут лучше услышаны. И самое спасение свое в этом многоглаголении громко исповедует, что Церковь понимает по смысле воздержания от всего, что тушит в нас живую любовь к Богу и разумное братолюбие при свете любви к Богу всем разумением, и считает непоминующимися себе всех непостящихся именно в этом смысле. Значительное сокращение постов в смысле переменной пищи сообразно к климатическим условиям и потребностям жизни вне стен монастырских, с признанием совершенно второстепенного значения соблюдения этой буквы и приданием ей значения добровольного благочестивого обычая, не стесняющего христианской свободы славы чад Божий, вместо принудительного требования в духе ветхозаветного рабства подзаконного, соответствующие изменения прежних соборных постановлений, канонов и церковных правил. Все это является долгом любви по отношению к верующим, насущной необходимостью в деле о разумлении веры и честного согласования жизни по вере, действующей любовью, в деле оздоровления жизни церкви поместной и духовного преображения православных русских людей, до способности быть не менее умными на добро, чем умны на зло современные антихристы. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!